Добрый день, дорогие коллеги. Приветствуем вас на нашем таунхолле. Здравствуйте. Сегодня у нас непростая тема для обсуждения. Это все вопросы и ответы на них о вакцинации. Как вы знаете, на прошлой неделе вышли постановления, которые обязывают сотрудников организаций многих отраслей пройти обязательную вакцинацию. Сегодня соответствующие приказы вышли в школе. И очень много вопросов. И это оправдано и понятно возникает у наших сотрудников. Мы все последние дни переписывались в чатах об этом. Сегодня статистика сегодняшнего дня говорит нам, что в Москве заразилось 6555 человек. И при этом число умерших от ковида за сутки достигло в Москве рекорда с начала пандемии. Коллеги должны вывести график по заболеваемости. У нас он есть. Все вопросы понятны. Вот как меняется число заражений. И сейчас очень тревожная динамика, резкий рост, который и породил необходимость выпуска довольно-таки жестких постановлений. Все вопросы относительно вакцинации понятны. Их задают себе не только сотрудники школы, но и руководители школы, и многие эксперты. При этом уровень вакцинации в стране крайне невелик. Всего 16% по данным компании Morning Consult прошли вакцинацию. И нам очень важно доносить до вас точную и проверенную информацию о вакцинации. Что это? Зачем это? Кому она показана? В каких случаях она не нужна? И для этого мы пригласили сегодня в студию врачей, биологов, иммунологов и даже волонтеров, которые работали в красной зоне ковида. Специалисты, именно специалисты расскажут вам все аспекты этого процесса. Мы собрали огромное количество ваших вопросов, и сегодня постараемся максимально получить на них профессиональные ответы. Одна техническая ремарка. Наши спикеры не останутся с нами до конца таунхолла. Поэтому, если у вас возникает вопрос к конкретному специалисту, пожалуйста, задавайте его в чате в момент, когда он выступает. У нас, возможно, общение на английском языке, у нас есть переводчик. Поэтому сегодня мы надеемся ответить на все ваши оставшиеся вопросы, которые отделяют вас от того, чтобы вы вакцинировались. Я предлагаю начать, что называется, от сути проблемы и разобраться с тем, что вообще такое вирус, как он живет в организме и как работает его механизм. Для этого разговора я приглашаю Сергея Харитонова, молекулярного биолога, научного сотрудника МГУ имени Ломоносова. Сергей с нами на онлайн-связи. Да, здравствуйте. 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 Здравствуйте, Сергей. Спасибо, что нашли время. Да, Сергей, расскажите, пожалуйста, зачем вообще люди вакцинируются от инфекций? Что такое вакцины, как они работают, как они действуют на вирус в организме человека? Да, спасибо еще раз за приглашение. Сейчас мы об этом немного поговорим. Тема действительно, вообще, в первую очередь, спасибо за возможность поговорить на такую актуальную и важную сейчас тему. Потому что, как вы сказали выше, темпы вакцинации в России крайне низкие, в общем, удручающе низкие, несмотря на то, что в доступе у россиян есть эффективные варианты привиться. И, в общем, для меня, в принципе, понятно, почему это так происходит. Есть массовое такое довольно масштабное недоверие, в первую очередь, на мой взгляд, к вакцине как технологии, к вакцине как некоторому средству, которое может помочь, а может навредить. И, в общем, как говорил Эльфред Хичкоп, нет ничего страшнее закрытой двери. И, на мой взгляд, он в чем-то был очень прав. И недоверие к технологии, к вакцинам связано в основном с тем, что люди не вполне представляют, что это такое, как работают вакцины. И именно с этим мы сегодня попробуем разобраться, попробуем понять, как устроены внутри вакцины спутник, который у нас сегодня есть в доступе. То есть, как устроены вакцины Epivac Corona, вакцины Чумаковского центра COVID-19, по-моему, она называется, да. И другие альтернативные технологии, которые сегодня есть, разберемся с ними. И, может быть, сможем эту закрытую дверь немного приоткрыть и уменьшить какие-то страхи, опасения перед прививками у слушателей. Пусть добры следующий слайд. Первый вопрос, на который, на самом деле, нам нужно ответить, это, а почему, собственно, мы о вакцинах говорим, да. Ну, то есть, вообще-то много болезней лечится без всяких вакцин. И вакцина – это не такое частое событие или прививка, да, что одно и то же в нашей жизни. Обычно мы принимаем лекарства. А почему против коронавируса нельзя придумать лекарства и вообще против вирусов редко бывают лекарства? Это довольно отдельный такой сложный вопрос, мы сегодня чуть-чуть его коснемся. Но вообще глобально у нас есть всего два варианта, как справиться с вирусом. Либо мы придумываем антибиотик, грубо говоря, да, препарат, который вирус будет напрямую убивать, мешать ему размножаться. Либо мы помогаем иммунитету, и для этого есть прививка. Это, собственно, два варианта. Чтобы понять, почему противовирусный препарат сложен и почему его до сих пор нет, и почему мы выбираем именно вакцину, и во всем мире говорят именно о вакцинации. Давайте передвинемся к следующему слайду и посмотрим на жизненный цикл вируса, да. В общем виде... Нет-нет-нет, пропущен один слайд. Должен быть слайд с жизненным циклом. Да, в общем виде жизненный цикл практически любого вируса выглядит так, как здесь показано на картинке. То есть в чем идея? Вирусная частица, она называется там вирион, она устроена очень примитивно. Это не полноценный организм вроде нашего или вроде бактериальной клетки или каких-то свободно живущих одноклеточных организмов. Вирусная частица – это генетическая информация, да, упакованная в белковую оболочку. И в общем-то больше ничего у вируса нет. Его единственная цель – проникнуть внутрь ребятки при помощи того, что у него есть на поверхности, на оболочке. Дальше распаковать свою генетическую информацию, и клетка начинает сама ее реализовывать. То есть он подсовывает свою инструкцию на завод, там где эту инструкцию читают, и технолог исполняет то, что ему пришло сверху. Вирусные частицы, вирусные белки начинают сыграться, вирусные частицы начинают появляться внутри клетки, затем они выходят из клетки и заражают новые клетки вокруг. В общем, это смысл жизни любого вируса. И в чем здесь главная загвоздка, в чем его сила, его слабость? Мы можем понять по этой картинке, что у вируса на самом деле нет собственного обмена веществ. Он не может самостоятельно собирать себе подобных, не может самостоятельно размножаться. Для этого он заимствует обмен веществ в клетке, которую он заражает. Он использует ее собственную машинерию, ее белки для сборки своих частиц. А что такое лекарство, например, антибиотик? Что такое лекарство от болезни? Это некоторое вещество, которое тормозит, блокирует жизненно важный для какого-то паразита, для какой-то болезни процесс. Элемент метаболизма блокируется лекарством. Получается, что если мы создадим в кавычках антибиотик или лекарство, напрямую убивающее вирус, мы будем блокировать свой собственный внутриклеточный процесс, который вирус использует для сборки частиц. Именно поэтому так трудно придумать прямое лекарство против вируса. Нужно старательно искать тот элемент, который у вируса присутствует, который не похож ни на то, что есть в наших клетках, чтобы помешать ему работать. Да, плюс, второе, что мы хотим заметить здесь, основное размножение вируса происходит внутри наших клеток. То есть под прикрытием клеточной оболочки наш организм, нашему организму, намного сложнее заметить размножение вируса, если это происходит внутри клетки, а не, например, в крови или в какой-то межклеточной жидкости. Есть механизмы, которые позволяют обнаружить такую инфекцию. О них будет говорить следующий спикер, так называемый антиген-призант, совершенно интереснейший механизм, который позволяет нам вырабатывать противовирусный иммунитет. Но об этом поговорим попозже. В общем, именно поэтому прямое лекарство затруднено, и мы обсуждаем именно вакцину. Вакцину, которая поможет нам выработать иммунитет против вируса. Давайте в двух словах поговорим о том, что такое иммунитет, как он вырабатывает, очень коротко, потому что про это будет дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Да, иммунный ответ, то есть то, как мы вырабатываем защиту против практически любого заболевания, примитивно на схеме можно изобразить так. К нам в организм попадает вирус или бактерия, любая болезнетворная, болезнетворный агент, скажем так. А дальше наш организм вырабатывает определенным образом этот сложный процесс антитела, которые узнают этот вирус или эту бактерию. Что значит узнают? Они, в общем, впрямую прикреляются к поверхности и либо блокируют работу каких-то поверхностных структур, чего-то, что нужно вирусу для того, чтобы проникать и заражать клетки. Либо, вот как здесь после второй стрелочки изображено, являются сигналом, привлекающим другие клетки иммунитета к этой болезнетворной частице, чтобы ее поглотить и переварить. То есть центральным элементом иммунного ответа в данном случае у нас являются антитела. Если мы хотим при помощи прививки выработать иммунитет, то есть мы целимся в том, чтобы получить так называемые селективные, то есть прикрепляющиеся именно к нашей коронавирусной частице антитела внутри нашего организма. Они будут циркулировать по телу и выискивать, метить, маркировать все болезнетворные частицы, которые есть. Будьте добры, следующий слайд. Да, давайте теперь на примере коронавируса представим, что мы создатели вакцины. Мы с вами сейчас придумываем вакцину от коронавируса, пытаемся понять, какие нам нужны антитела, и на этом примере разберемся с тем, как, собственно, устроено большинство современных вакцин. Вот здесь рисунок. Это 3D-модель коронавируса, она довольно точная. И сразу понятно, к какому месту на самом деле мы хотим выработать антитела. Вот на поверхности коронавируса торчат такие булавы. Это так называемый спайк-белок, S-белок. Про него мы знаем две важные вещи. Что, во-первых, он находится на поверхности вируса, как я уже сказал. Это значит, что антитела легко будут его находить и к нему прикрепляться. А во-вторых, он необходим вирусу для того, чтобы заражать новые клетки, для того, чтобы проникать внутри клеток. Это значит, что если мы заблокируем работу S-белка, мы получим эффективный иммунитет против коронавируса. И на самом деле все вакцины, которые на сегодняшний день разрабатываются, все-все-все, независимо от технологий, будь то векторная вакцина, или РНК-вакцина, или пептидная вакцина, какая угодно, они ставят своей целью выработку антител к этому S-белку. Ну, за исключением одного типа мы поговорим сегодня. Теперь перейдем к работе, собственно, на вакцины. Будьте добры, следующий слайд. Как устроена вакцина на спутник ВЭК, которая в России является наиболее доступной с точки зрения внутренней структуры? Смотрите, наша цель – получить антитела к S-белку. Для этого мы хотим показать нашему организму S-белок, при этом не заражая организм настоящей инфекцией. Сделать это можно разными способами. И, в общем, разные технологии вакцин являются всего лишь способами доставки S-белка, либо информации об S-белке в наше тело, чтобы оно с ним заранее познакомилось. Наша вакцина спутник ВЭК, или спутник 5, не знаю, как правильно, выбрала следующий способ. Это так называемая векторная вакцина. Что мы сделали? Мы взяли какой-то вирус, ну, на самом деле, очень известный вирус, аденовирус. Такие вирусы вызывают легкие простудные заболевания, ничего страшного, и могут эффективно заражать наши клетки, что в данном случае для нас важно. Этот вирус мы модифицировали. Мы убрали из него всю генетическую информацию, которая позволяет ему размножаться, которая позволяет нам вредить хоть в каком-то виде. А вместо нее вставили информацию об S-белке коронавируса. Таким образом, аденовирусная частица превратилась в вектор, в грузовик, который ничего не может сделать плохого, но может довести информацию об S-белке до наших клеток. Дальше наши клетки, как и при настоящей коронавирусной инфекции, начинают производить S-белок. Они чувствуют, что они чем-то заражены. Они детектируют внутри себя S-белок и сообщают иммунитету о том, что внутри них есть какая-то инфекция с S-белоком. Иммунитет замечает это, приспосабливается, обрабатывает антитела. И таким образом мы получаем защиту против коронавируса. Очень просто. Мы имитируем инфекционное заражение, безопасность совершенно частицей и сообщаем организму информацию о коронавирусе. Что здесь важно? Есть вторая порция, которая зачем-то нужна. Почему нужна вторая порция? Более подробно, на самом деле, я думаю, более детально вы это поймете после лекции моего следующего спикера, следующего спикера этого таунхола. Но я скажу в двух словах. Клетка сообщает о том, что она заражена S-белком, заражена коронавирусом при помощи так называемой презентации антигенов. Что это такое? Это когда она детектирует вражеский белок внутри себя, она разрезает его на маленькие кусочки и выставляет на своей поверхности, как на витрине, чтобы показать эти кусочки с иммунным клетком, а они с ними познакомились. Так вот, набор этих кусочков, которые будут выставлены на витрину, он, в общем, более или менее случайный. Получается, что когда мы даем второй укол вакцины, у нас пройдет заново и тот же самый процесс, опять заражение, опять S-белок, но набор кусочков, которые клетки выставят на поверхность для того, чтобы выработать антитела, будет новый. Соответственно, антитела появятся дополнительные, будет больше разных видов антител, что обеспечит более полную защиту и, что важно очень в современных реалиях, большое количество разных антител позволит вакцине работать против разных штаммов. Потому что, когда появляются новые мутантные вирусы, у них какая-то часть их поверхности меняется. Соответственно, какая-то часть может оказаться неэффективной. Но если у нас в крови циркулирует множество разных антител, эффективность иммунитета сохранится. Может быть, слегка упадет, но он все еще будет защищать. Именно поэтому большинство вакцин, там и Pfizer, и AstraZeneca, и Sputnik V, многие вакцины используют двухфакторную систему. Мы получаем две инъекции, а некоторые вакцины даже говорят уже три. Про Pfizer говорили, что может появиться третий, третий бусер-шот так называемый. Будьте добры, следующий слайд. А следующий слайд можно, пожалуйста? Да, спасибо. Да, помимо, на основе этой технологии, на основе аденовирусных векторов, сделана не только наша российская вакцина Sputnik V. Есть ряд зарубежных вакцин. Вот эта вакцина Johnson & Johnson, вакцина AstraZeneca. Они сделаны примерно так же. То есть в качестве основы взяты другие аденовирусы, которые работают сходным образом. Johnson & Johnson состоит из одной инъекции. Это сделано для того, чтобы ускорить темпы вакцинации в бедных странах, для того, чтобы проще было вакцинировать большую массу людей. И из-за этого эффективность этой вакцины слегка понижена. Тем не менее, она все еще защищает. AstraZeneca, вот, в общем, во многом аналогично Sputnik V. И в ней две инъекции. И эффективность у нее довольно высокая. Вот у меня написано около 70%. На самом деле, в разных выборках она бывает от 66% тоже до 85%. Так что она вполне защищает. Это вот разумные альтернативы, которые вы можете выбрать, если они у вас есть в доступе для прививки. Будьте добры, следующий. Помимо векорных вакцин, есть и другие технологии. Многие говорят об так называемых МРНК-вакцинах. В чем здесь суть? Их две широко известных. Это вакцина от компании Pfizer и вакцина от компании Moderna. И есть другие вакцины в России, которые доступны сейчас. Это так называемая пептидная вакцина Epivac Corona и инактивированная вакцина от центра Чумакова, которая называется Covivac. Давайте с двух последних начнем. В чем их суть? Пептидная вакцина Epivac Corona отличается тем, что она устроена как бы по более простому принципу. Здесь ученые подумали, что если мы хотим показать нашему организму S-белок коронавируса и выработать антитела против каких-то участков этого S-белка, ведь понятно, что антитела связывается не со всем S-белком целиком, а с каким-то местом на этом белке. И они подумали, зачем нам мучиться с этими векторами, с заражением клеток, производством этого S-белка внутри наших клеток, если мы можем исследовать S-белок, выбрать самостоятельно те места, к которым мы хотим выработать антитела, и синтезировать у себя в проверке химически сразу вот эти вот места от S-белка, его кусочки, к которым должны выработать антитела. Эти кусочки мы вводим в организм, и дальше иммунная система на них реагирует и вырабатывает, соответственно, иммунный ответ. Таким образом мы получаем защиту. Вакцина центра Чумакова, Covivac, она устроена по-другому. Здесь берется настоящий коронавирус, просто сам настоящий коронавирус, какой-то выделенный, размноженный в лаборатории. Его затем при помощи определенных методов инактивируют, то есть, грубо говоря, убивают, не дают ему размножаться, портят его критически. Так что теперь, когда такой коронавирус вводят в организм, он не может нам навредить, но зато он показывает, эти частицы целиком сталкиваются с нашими иммунными клетками и вырабатывается эффективная противовирусная защита. Это базовые принципы, которые довольно понятны. Что такое МРНК, мы сейчас разберем на примере следующего слайда. Да, когда мы говорили о векторной вакцине, мы упоминали, что здесь до клетки доносятся не сам S-белок коронавируса, а при помощи вектора доносятся информация, инструкция по его сборке. Так вот, эта инструкция как раз и записана в виде молекулы МРНК. И МРНК вакцины отличается от векторных только способом доставки. Если в том случае для доставки мы использовали модифицированный такой ослабленный вирус, то в данном случае мы пошли еще хитрее. Мы знаем, что мембрана клеток, поверхность клеток состоит из липидов. Это такие жироподобные вещества. И клетки вообще, оболочка похожа на поверхность мыльного пузыря в некотором смысле. И вы знаете, что если два мыльных пузыря сталкиваются, иногда они отталкиваются друг от друга, а иногда они объединяются в один, они сливаются в один большой пузырь. И вот именно это свойство липидов мы здесь используем. Мы упаковываем информацию об МРНК, об виде МРНК, об структуре СБЛК, не в вирус, а в такой пузырек из липидов, пузырек из таких жироподобных веществ. Вводим это в организм. Эти пузырьки сливаются с нашими клетками и доставляют в них информацию об СБЛК. Дальше все происходит по точной такой схеме, которую я уже озвучил на примере спутника В. То есть МРНК-вакцина – это всего лишь другой способ доставки информации об СБЛК. Это наиболее прогрессивный на сегодняшний день способ, потому что здесь, видите, не используется даже никакого вируса. Эти липидные наночастицы не заражают клетки, а просто сливаются с мембраной. И это, на мой взгляд, очень элегантный и простой способ доставки информации об СБЛК. Давайте дальше. Да, после того, как мы разобрались с тем, как устроены внутри вакцины, мы должны ответить на важный вопрос, сколько об этом поговорим. Что происходит? Будут ли принимать вакцины от новых штаммов? Вообще, насколько они опасны? Два слова я об этом скажу. Я понимаю, что время заканчивается уже. Много разных штаммов, уже десятки новых штаммов существует. Это понятно, потому что каждый человек, внутри которого размножается вирус, является потенциальным инкубатором. Вирус в нем продуцируется, происходят какие-то мутации, происходит внутри каждого человека отбор этих вирусов на наиболее эффективный. И это неизбежно, что новые штаммы будут появляться. Но, на мой взгляд, разговор об их опасности, разговор о разных симптомах, которые они вызывают, он не так важен, по сравнению с разговором, защищают ли нас от него вакцины. И по современным данным, от самых новых и опасных штаммов, индийского штамма, так называемого дельта-варианта, есть ряд штаммов других, воспитаемых в Европе и уже в России, вакцины Pfizer и AstraZeneca, например, проверено, защищают. То есть, если вы получили две инъекции этими вакцинами, оба шота, то, несмотря на то, что эффективность будет несколько снижена, вы уже с очень высокой вероятностью не попадете в больницу стороной вируса. Вы можете переводить им в легкой форме, и перенести его, в общем, практически, в общем, отделаться легким испугом. Данных о вакцине спутник В, которая устроена аналогично AstraZeneca, по этому поводу пока нет. Но мы можем предположить, вероятно, вероятно, что она будет работать сходно, и полный цикл, да, две вакцины спутником В тоже будут достаточно хорошо защищать от новых штаммов коронавируса. Хотя, конечно, я повторюсь, эта информация еще требует проверки. То есть основной смысл, который я хочу донести, что не так важно, какой у вас новый штамм, что это, как он возразил, как важен вопрос, привиты вы любой доступной вакциной, которая есть рядом с вами или нет. Потому что если вы привиты, все научные данные говорят, что вы либо защищены от коронавируса, либо защищены от тяжелых последствий коронавируса, что тоже немаловажно. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей. Очень исчерпывающая и разносторонняя информация. Правда, было интересно узнать, как это все работает. И, коллеги, спасибо. Мы в чате видим вопросы. Сергей пока останется с нами. Я попрошу выйти к нам в эфир. Григория Ефимова, заведующего лабораторией трансплантационной иммунологии Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава. Добрый день, Григорий, вы с нами. Добрый день. Я сейчас в своем коротком докладе постараюсь продолжить то, что начал делать Сергей. Продолжу приоткрывать эту дверь в миниру вакцинации и расскажу о том, что представляет из себя вакцинация с позиции молекулярного биолога, которым я и являюсь. Можно следующий слайд, пожалуйста. Для начала я расскажу о том, кто я, чем я занимаюсь и почему я считаю себя компетентным, чтобы об этом рассуждать. Я руковожу лабораторией трансплантационной иммунологии в МИЦ в гематологии. Это ведущий в России центр по изучению и лечению болезней системы кровотворения у взрослых. Моя конкретная лаборатория занимается исследованием Т-клеточного иммунитета у больных, которые получают трансплантацию костного мозга или стволовых иммунитетических клеток, а также мы занимаемся изучением Т-клеточного иммунного ответа на вирусные инфекции и разработкой новых методов терапии, в том числе включающих применение Т-минфоцитов как способы терапии. С прошлого года мы активно занялись изучением иммунного ответа на SARS-CoV-2. Это тот самый вирус, который вызывает текущую пандемию COVID-19. Мы изучали, как формируется иммунный ответ, как антитейный, так и Т-клеточный у переболевших и даже у здоровых доноров такое тоже бывает. И в том числе мы изучали, какие конкретно фрагменты вируса наша иммунная система, в том числе наши Т-минфоциты, распознает. Это вылилось в ряд научных публикаций в международных журналах по этой теме. Мы никаким образом не аффилированы ни с какими из отечественных разработчиков вакцин против коронавируса. Но в прошлом и в этом году мы приняли участие в качестве исполнителей в клиническом испытании одной из зарубежных вакцин. Это вакцина, которая называется Кандиденция. Она разработана совместно китайско-канадской компанией Кансина. В принципе, эта вакцина очень похожа на российскую вакцину «Спутник». Это тоже векторная вакцина. Мы уже слышали про такую разновидность вакцин. И она использует аденовирус пятого типа. Кроме того, мы в прошлом году разработали набор. Мы не только занимались не только фундаментальной наукой, не только клиническими испытаниями, но и внедряли наши разработки в клиническую практику. В прошлом году мы разработали набор, который позволяет определять антитиларк коронавирусу. И это был первый набор, такой российский, попал в широкое использование. Он использовался не только для определения, измерения иммунитета у переболевших, но в том числе успешно использовался для отбора доноров антиковидной плазмы. Это один из методов, который применялся и продолжает применяться в лечении тяжелых форм заболевания. А в этом году мы разработали набор уже для оценки теклеточного иммунитета, который сейчас мы активно применяем и в ближайшее время начинается его клинические испытания, после чего, мы надеемся, он будет зарегистрирован уже для лабораторной клинической диагностики. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. Вы уже слышали про то, что бывают разные виды, поэтому я не буду... разные виды вакцин. Я не буду на этом подробно останавливаться, просто напомню вам, какие основные три типа вакцин доступны в России. Ну, в России пока что доступны только российские разработки. Самый простой вариант – это активируемый вирус. В России представлена вакцина Кививак, которая разработана в центре Чумакова. То есть это просто тот же самый вирус Царского 2, который был убит для того, чтобы он не представлял опасности, но тем не менее активировал нашу иммунную систему. Пептидная вакцина Кививак Корона, которая разработана новосибирским вектором, представляет из собой синтетическую смесь конкретных фрагментов коронавирусных белков. Векторные вакцины, которые используют аденовирус, инактивированный аденовирус, который не способен сам по себе размножаться, рефицировать в качестве механизма доставки, и которые имеют три ген... один из генов коронавируса, а именно ген Спайк Белкап, который вы тоже уже слышали. В России представлен самый, пожалуй, известный российский вакцинный спутник, а в мире также представлен вакцинами, которые разработаны компанией Астрозейненко и Джонсон и Джонсон. И последняя группа вакцин, которые в России не представлены, это МРНК-вакцины, в которых точно так же ген Спайк Белкап доставляется в клетки не только с помощью липидной оболочки. Будьте добры, следующий слайд. На этом слайде я попытался уместить все важнейшие события, которые происходят при взаимодействии нашей иммунной системы с вирусами. Самое первое и, пожалуй, самое важное, что наша иммунная система начинает готовиться к встрече с вирусами задолго до того, как это происходит. Она вырабатывает огромное количество разных лимфоцитов, которые потенциально... это и Б-лимфоциты, вообще лимфоциты, которые потенциально способны распознать любой вирус, который может возникнуть, с которым мы раньше не встречались, которого вообще раньше не было. Происходит это за счет того, что генерируются лимфоциты с случайными рецепторами. Рецептор – это то, чем лимфоцит узнает какой-то вирусный фрагмент, и рецептор подходит к вирусному фрагменту, как ключ подходит к замку. Такое гигантское разнообразие лимфоцитов, миллиарды разных лимфоцитов с разными рецепторами, вырабатывает нашу иммунную систему в надежде на то, что кто-то из них когда-то окажется нужным, необходимым, незаменимым для борьбы с какой-то новой вирусной инфекцией, которая возникла вот так, как сейчас возникла эпидемия COVID-19. Понятно, что при этом такое большое разнообразие существует, что большая часть, абсолютная большинство этих лимфоцитов никогда не понадобится, но тем не менее вот эта избыточность, она приводит к тому, что мы оказываемся заранее подготовлены до встречи с вирусом. Также понятно, что поскольку разнообразие огромное, то каждого конкретного вида, каждого конкретного рецептора мы не можем у себя в организме иметь очень много, поэтому это буквально считанные клетки, поэтому сразу мы изначально до встречи с вирусом не защищены. Что же происходит, когда в организм попадает вирус? С одной стороны, вирус начинает делать то, зачем он существует, он начинает заражать наши клетки, и наши клетки начинают внутри себя, как фабрики, продуцируются новые-новые вирусные частицы, клетки погибают, но с другой стороны, включаются функции нашей иммунной системы, специальные клетки иммунной системы захватывают вирусные фрагменты и презентируют, то есть показывают их на своей поверхности. Таким образом, они показывают всем проходящим мимо них лимфоцитам, и лимфоциты постоянно циркулируют по нашему организму, без одного лимфатического вызова в другой, что увеличивает вероятность встречи. И вот когда такая встреча происходит, когда один из миллионов лимфоцитов, который оказался, оказалось, что он имеет рецептор именно к этому вирусу, встречает наконец тот фрагмент, который он распознает, презентируемый клеткой иммунной системы, происходит центральное событие иммунного ответа, презентация антигена, лимфоцит активируется, он начинает размножаться, а все его потомки будут иметь тот же самый рецептор, что и у предшественника, то есть распознавать точно тот же самый вирусный фрагмент. Б-лимфоциты, дальше есть некоторые специализации среди лимфоцитов, Б-лимфоциты отвечают за то, что он производит антитела, Т-лимфоциты делятся тоже на два больших таких класса, это Т-хелперы или помощники, они помогают Б-лимфоцитам, они нужны для того, чтобы Б-лимфоцит смог эффективно производить антитела, и Т-киллеры или убийцы, те лимфоциты, которые обладают способностью убивать наши собственные клетки, зараженные вирусом. Смысл действия антитела заключается в том, что оно связывается с вирусом, и задача его связаться таким образом, чтобы заблокировать возможность вирусной частицы заражать наши клетки. То есть этот механизм препятствует заражению уже выследующимися вирусными частицами наших клеток. В то время как у циркотоксического лимфоцита или киллера функция убивать зараженные вирусными клетками, то есть жертвовать малым, чтобы спасти остальное, он таким образом прерывает этот порочный круг, что каждая новая вирусная частица, заразившая новую клетку, дает начало миллионам новых вирусных частиц. Ну и наконец, когда наши лимфоциты справились с инфекцией, часть из этих клеток остается с нами в виде клеток, так называемых клеток памяти, иммунной памяти, эти клетки, которые живут очень долго, годами, десятилетиями, и их функция помнить о той вирусной инфекции, которую они встретили и победили. И при повторной встрече клетки памяти активируются и размножаются гораздо быстрее, чем первоначальные клетки, которые еще никогда не видели вирус. Поэтому, как правило, для большинства инфекций повторная встреча проходит для нас гораздо легче или даже вовсе незаметно. Будьте добры, следующее слайд. В чем смысл действия вакцин? Смысл действия вакцин – воспроизвести это центральное событие иммунного ответа, презентацию клетками иммунной системы лимфоцитом вирусных фрагментов и активацию и размножение лимфоцитов без того, чтобы мы, собственно, переносили заболевания. Различные типы вакцин, про которые мы уже говорили, их фрагменты могут презентироваться клетками нашей иммунной системы. Другое дело, что, судя по имеющимся данным, различные типы вакцин делают этот процесс, активацию клеток иммунной системы и процесс презентации вирусных фрагментов происходит с разной эффективностью. Точно так же при действии вакцин, точно так же клетка иммунной системы презентирует фрагмент вируса, находится тот Т-лимфоцит или Б-лимфоцит, который узнает этот вирусный фрагмент, они размножаются, Б-лимфоциты продуцируют антитела, и те, и другие, и Б-лимфоциты, и Т-лимфоциты формируют клетки памяти, которые ждут повторной встречи с этими вирусными фрагментами, к которым они специфичны. То, что я уже упоминал, что... Григорий, простите, вынуждена вас немного поторопить. У нас очень много вопросов от аудитории. Хотелось бы оставить время, чтобы вы и Сергей на них ответили. Правда, интересно, но, конечно, каждый примеряет ситуацию на себя, и интересно, как его организм отреагирует на вакцину. Хорошо, я могу буквально бегло пробежать по двум следующим слайдам, это, собственно, последнее, что осталось сказать. Есть несколько распространенных мифов вакцинации. Первый миф о том, что вакцинация может выживать бесплодие у женщин. Это предположение, но оно отчасти разумное, было основано на том, что есть некая схожесть белка с паикой коронавируса и белка, который есть в плаценте. Но, во-первых, эта схожесть небольшая, во-вторых, то, что мы не наблюдаем никакого снижения фертильности у женщин, которые переболели, а при болезни точно так же отрабатывается антицелла с паикой белок. Второе опасение, что генетический материал может так-то встраиваться в наш геном, и действительно, для вируса, для инфекции, это было описано, что это, видимо, в очень редких случаях происходит. Но, судя по всему, клинического значения это не имеет, и для вакцин как раз это не было описано. Про то, что вакцинация может утяжелять болезнь, тоже еще одно опасение. Действительно, есть такой механизм про антителозависимое усиление инфекции, и для некоторых вакцин он был описан. Но для вакцин от COVID-19 это не наблюдалось, не наблюдалось ни на животных, не наблюдалось на испытуемых в клинических испытаниях. Если бы это было так, то мы бы видели, что вакцинированные болеют тяжелее, а мы видим, наоборот, что если они и болеют, то они болеют существенно легче. Про то, что можно от вакцинации заболеть обеззаразным, мне кажется, предыдущий докладчик уже об этом сказал, сами векторные вирусы, они не размножаются. Другое дело, что побочные эффекты могут заражаться в температуре, и можно заболеть на фоне еще не полностью сформировавшегося иммунитета при вакцинации. Про то, что такое подозрение или мнение, что естественная вакцинация, то есть перенесенная болезнь, более эффективна, чем иммунизация, вакцины, это могло бы быть правда, но, судя по всему, для того, что мы наблюдаем, что, во-первых, и уровни антител, и уровни Т-лимфоцитов выше, у вакцинированных как минимум выше, чем у переборевших в легкой форме, и еще важная ремарка, то, что после вакцинации антитела, если это вакцины направлены на спайк, вырабатываются именно прицельно к спайк-белку, в то время как после естественной болезни большая часть антител к другим белкам, которые смысла никакого защитного смысла не имеют. Ну и тоже важный факт, что повторная вакцинация, она еще раз напоминает нашей иммунной системе о том, что этот вирус важен, о том, что эти лимфоциты нужны, и тем самым это очень сильно усиливает иммунную память. Последний слайд включите, пожалуйста. Будьте добры, следующий слайд. Вот, и тут последние два вопроса осталось, которые заключаются в том, следует ли вакцинироваться тем, кто переболели. Мне кажется, такие вопросы уже появлялись там в чате, я одним глазом заглядываю. И второй вопрос про ревакцинацию, то есть повторную вакцинацию тем, кто уже был вакцинирован. Тут важно говорить, что то, что я говорил до этого, подкреплено многочисленными фактическими данными. Здесь мы скорее находимся в зоне спекуляции, в зоне оперирования здравым смыслом. Мы, с одной стороны, изначально знали, что количество повторных заболеваний очень невелико, то есть изначальный штамм давал довольно стойкий иммунитет против себя самого. Иммунитет был такой же, как у самых эффективных вакцин, то есть порядка 97% защиты. В то же время мы знаем, что новые появляющиеся штаммы, в частности индийский штамм, который сейчас распространяется, в том числе и в России, он гораздо более заразный, и есть какая-то корреляция с тем, что не заражаются люди, с меньшей вероятностью заражаются люди с высоким уровнем антител. Это одна из аргументаций о том, почему нужно вакцинироваться переболевшим. Рекомендации клинические, они основаны, как я уже говорил, скорее на здравом смысле, и они разнятся очень от того, чтобы вакцинироваться сразу после выхода из карантина, до того, чтобы сделать паузу 3, 6 или даже 9 месяцев. Я думаю, что при принятии решения о вакцинации переболевших, я бы считал, что это скорее правильное решение, и следовал бы вот этим рекомендациям. Про касаемо срока вакцинации, я думаю, что важно тут руководствоваться не только уровнем антител, но и наличием Т-лимфоцитов, про которые я упоминал, и, скорее всего, переболевшим достаточно всего лишь одной дозы вакцины, то есть вакцины, которые сейчас обещают вывести на рынок, спутник Лайт, как раз, мне кажется, удобно тем, что это всего одно введение. Про ревакцинацию сейчас даже толком рекомендаций никаких нет, и неизвестно, насколько она необходима. Опять-таки, я бы советовал руководствоваться здравым смыслом и тем уровнем иммунного ответа, который возник после первичной вакцинации. На этом у меня все, буду рад участвовать в этих вопросах. Спасибо большое. Мы обратимся к вопросам, которые мы заранее получили от наших сотрудников сейчас, которые хотели бы адресовать вам и Сергею, Марину. Спасибо большое, Григорий Александрович, спасибо, Сергей. Мы очень много вопросов получили, и вот они прямо в чате сыпятся. Я бы их структурировала на несколько блоков, и, может быть, давайте о них чуть поговорим. Это вакцинация и здоровый человек, человек, у которого нет очевидных заболеваний, но, например, есть антифетила или нет. Это человек, у которого есть заболевания или состояния, которые уже в своей природе имеют отклонения в иммунитете, так считают люди. Например, аллергические состояния или аутоиммунные заболевания. И человек, который сейчас находится в каком-то, давайте говорить так, особенном периоде своей жизни. Беременность, планирование беременности, кормящая мамы и так далее. И четвертая когорта – люди с другими достаточно серьезными хроническими заболеваниями. Вы видели, у нас в чате были вопросы онкологический пациент, пациент с сердечно-сосудистым заболеванием, с сахарным диабетом и так далее. То есть я как-то так вижу спектр вопросов, которые у нас здесь существуют. Потому что вы говорите о том, что мы работаем с иммунитетом, и понятно, что людей волнует вторжение в эту сложную сферу, то, что вы показываете, легко понять врачу, но очень сложно понять не врачу. Не опасно ли это, не приведет ли это к усугублению других заболеваний? Давайте немножко, наверное, Сергей, тогда вот вам вопрос. Здоровый человек, есть антитела, нет антител, риски прививаться, не прививаться, может быть легче переболеть. Если есть высокие антитела, надо ли вакцинироваться и так далее. Вот немножко вопрос, вопросы от здоровых людей, у которых нет никаких заболеваний. Что может останавливаться от вакцинации? Как с этим работать? Вот смотрите, когда говорим о рисках вакцинации, почему-то внутри себя человек, размышляющий, взвешивающий риски вакцинации, обычно сравнивает, выбирает такую модель. Вот есть я, который вакцинировался, есть потенциальные риски, и есть я, который просто живет, как живет, без вакцины. Но на самом деле, это не совсем верная модель для оценки рисков. Нужно сравнивать себя с рисками от вакцины и себя с рисками от заражения коронавирусом. То есть, либо вы заражаетесь, либо вас колют вакциной, либо вы заражены коронавирусом. И вот тут уже начинается реальное взвешивание рисков. Потому что в текущей эпидемиологической ситуации либо у вас будет вакцина, либо у вас будет рано или поздно коронавирус с высокой вероятностью. Вот наша модель. Соответственно, нам известны риски коронавируса. Здоровый человек заболевает коронавирусом, получает тяжелые симптомы, нарушение свертанности крови. В общем, все эти симптомы, вы знаете, его госпитализируют, на ИВЛ. В общем, очень много людей здоровых умирает от коронавируса и риски чрезвычайно. Если мы посмотрим на людей здоровых, которых прививают любой вакциной, которая прошла клинические испытания, риски существуют. Они чрезвычайно малы. Они больше, чем если вы просто будете сидеть в стерильном боксе здоровым человеком и просто жить. Но вы на улице живете не в стерильном боксе. На улице вокруг вас летает коронавирус. И здесь риски уже совершенно другие. Так что очевидно, что риски от вакцинации пренебрежимо малы по сравнению с рисками от заражения инфекции реальной. И здоровому человеку нет никаких оснований не прививаться. Спасибо, Сергей. Игорь Александрович, вторая когорта, о том, о ком мы говорим, это люди, у которых есть заболевания, связанные с, скажем, той или иной ситуацией патологической в иммунной системе. Аллергики, в том числе аллергики на белок яичного желтка. Это специальные вопросы. И больные аутоиммунными заболеваниями, ревматоидный артрит, зобхошимота, НИЯК, сахарный диабет первого типа и так далее. Что здесь вы скажете в поддержку или в опровержение необходимости вакцинации? Давайте я вот что скажу. Во-первых, про яичный белок. Это, видимо, релевантно для вакцины от гриппа, которые делаются в гриппе. Вакцины от коронавируса, насколько мне известно, не делаются с использованием коринувального белка. Если вот, Сергей, другое мнение, поправьте меня. Что касается теперь всяких групп риска, всяких людей с сопутствующими заболеваниями, которые спрашивают про то, имеются эти противопоказания с их конкретным заболеванием. Тут я могу дать только такой общий ответ. Как устроены вообще, как устроены эти клинические испытания? Вот разработчики вакцины разработали вакцину и набрали дальше максимально здоровых людей, на которых проводили свои клинические испытания. Затем, во втором этапе они набрали уже людей с более разного возраста. В первом, вообще были молодые и здоровые люди. Во втором, возрастные группы увеличиваются. Но никаких специальных хронических заболеваний они туда не брали. Поэтому из общих соображений часто пишут, что либо противопоказано, либо применять с осторожностью в следующих состояниях. Это означает, на самом деле, что таких исследований не проводилось. Никакого исследования о том, что беременность, вредит или коронавирус проведено просто не было. Поэтому сейчас из принципа как бы соблюдения осторожности производители различные пишут о том, что при таких-то состояниях сопутствующих заболеваниях применять вакцину не нужно. И тут очень разнятся мнения наших регуляторов и мнения, например, зарубежных коллег. По мнению зарубежных врачей, риски от заболевания, от заболеваний, и для беременных, и для тех, которые находятся в обслуживании, существенно перевешивают вакцинацию. Поэтому они рекомендуют вакцинацию. Тоже касается группы аутоиммунных заболеваний. У меня специально изучал вопрос, что американские врачи, занимающиеся лечением депрессивного склероза, рекомендуют по поводу вакцинации. И у них консенсусное мнение, что риски от заболевания перевешивают риски от вакцинации. Поэтому даже людям с этим тяжелым аутоиммунным заболеванием они рекомендуют вакцинацию с оговоркой, что там речь шла про МРНК вакцины, а не векторные вакцины. Мы в своем центре у нас есть группа очень тяжелых онкологических больных. Это люди с лейкозами, у которых часть из них в первую волну погибла от коронавируса, потому что это люди с очень ослабленным иммунитетом. У других из них мы сейчас проводим вакцинацию, хотя формально онкологические больные могут считаться от заболеваний могут считаться противопоказанием, но тем не менее их врачи, врачи, которые их лечат, считают, что риски заболеваний опять-таки перевешивают риски от вакцинации и пока у нас вакцинация этой группы больных идет очень успешно. Спасибо, Григорий Александрович. Вы ответили по второй и по третьей когорте, но и Сергей четвертая когорта хронически не связаны с поражением иммунитета заболеваний, сердечно-сосудистые, не знаю, так далее, так далее. Да, на самом деле ответ будет очень похож на то, что говорил Григорий до этого и я перед ним еще, потому что то, что нам нужно сравнивать, это риски от вакцины и риски от заболевания при условии этих состояний. И если мы говорим, например, был такой вопрос о том, что S-белок, который появляется у нас в организме после вакцины, будь то МРНК или векторной вакцины, он сам по себе токсичен, сам по себе вызывает на самом деле нарушение свертываемости крови и много чего другого и на фоне разных состояний это может сильно улучшать ситуацию. Но надо понимать, что когда мы делаем вакцину, количество, да, доза вакцины, она рассчитана, она проверена на безопасность. И доза S-белка, которая получится в вашем организме при вакцинировании, будет значительно меньше, чем доза при реальной инфекции коронавирусом в большинстве случаев. Получается, что воздействие одно и то же, только воздействие при вакцинировании намного мягче, да, и из этого, собственно, следует, что риски от вакцинации при наличии практически любых состояний, сейчас за некоторым важным исключением, которое я сейчас назову, они ниже, чем риски от реального заражения коронавирусом. Единственным важнейшим исключением, про которое надо говорить, про которое пишут все исследователи, это прямая аллергия к компонентам вакцины. Вот, про это надо обязательно упомянуть, что вакцина состоит из множества компонентов, это надо учитывать. Там не только, там есть раствор, буферный, в котором это находится, есть много вспомогательных компонентов. К ним у вас может быть аллергия, если вы аллергик. Поэтому перед вакциной, если вы аллергик, надо проконсультироваться на предмет состава, да, и на предмет прямой аллергии. Это самое главное. Всем остальным, при наличии практически любых состояний, даже серьезной онкологии, как вот говорил Григорий, вакцина будет более полезна, чем реальный коронавирус. В общем, неудивительно. Спасибо большое. Коллеги, у нас очень много вопросов. Мы не все вопросы будем задавать сейчас в первом раунде, да, у нас достаточно продолжительный будет разговор. Мы постараемся ответить на все. Спасибо большое, Сергей, Григорий. Мы переходим к следующему нашему блоку и к нам присоединяется Игорь Николаевич Соколов, практикующий врач-терапевт, который сосредоточен сейчас на работе с коронавирусной инфекцией и за прошедшую волну пандемии провел более 300 пациентов под своим наблюдением с этой инфекцией. Игорь Николаевич, здравствуйте, вы с нами? Да, я с вами. Здравствуйте, спасибо за представление. Вы знаете, я, наверное, по ходу выступления сейчас буду перестраивать те блоки, которые... Давайте мы, может быть, сфокусируемся на вопросах сразу, потому что, в общем-то, то, что мы с вами обсуждали, сейчас мы видим в чате очень актуализировано для наших сотрудников. Да, вы знаете, я, наверное, вот имею напрямую контакт со своими пациентами, и вот большинство вопросов, которые я вижу в чате, ну, мне задается чуть ли не ежедневно, да, и я, ну, не то, что готовил ответы, я просто знаю множество исследований, которые могут подтвердить мои ответы или слова по тем или иным состояниям. Поэтому, наверное, с одной стороны, мне легче говорить, а с другой стороны, когда работаешь с пациентом, ну, так назвать, если можно, в поле, то это сложнее, поскольку он задает вопросы, а как насчет того, что заболел после вакцины и так далее, и приходится реально аргументировать и давать ссылки на те вещи, которые доказательны в определенном плане. Хорошо. Давайте начнем с первого вопроса к вам, как практикующему врачу. Приходилось ли сталкиваться с побочными эффектами вакцинацию у ваших пациентов? То есть, были ли случаи, когда последствия вакцины были тяжелыми и неприятными? Да, я вот хотел как раз уточнить этот вопрос. Вы, скорее всего, имеете в виду тяжелые последствия, а не простую гипотермию или головную боль. Действительно, в большинстве случаев легкие побочные явления в виде температуры головной боли, миалгии, ну, и обычного вот такого, скажем так, провирусного состояния, они присутствуют достаточно часто после вакцинации спутником, после вакцинации кови-ваком и в меньшей степени я практически не работаю с пивак-короной, я этого не замечал, вот, то есть, сразу могу сказать, что спутник, безусловно, более реактогенен, но, в свою очередь, он вызывает более серьезный вот такой иммунитет, в отличие от кови-вака и пивак-короной. Из серьезных последствий в своей практике я встречал только один случай миокардита у молодой пациентки, спортсменки, 32 года, которая до этого ничем не болела, но, тем не менее, вот, произошло расстройство ритма деятельности, которое напрямую было связано с В1-шот, то есть, вакцинацией первым компонентом спутника, вот, аритмия в результате, но, вот, естественно, второй компонент вакцины она уже не делала. Ну, вот, это единственный случай из множества пациентов, которые проходят через меня, о котором я могу что-то сказать определенное. Других случаев анафилактических реакций, аллергических реакций, ну, аллергия в небольшой степени была, ну, анафилоксия в большой степени я не встречал, хотя несколько раз рекомендовал вакцинацию людям, которые отвечали отеком квинки на предыдущую вакцинацию, ну, естественно, не спутникам, естественно, не коронавирусными вакцинами, они удачно перенесли, никаких реакций на спутник не было. Спасибо большое. Игорь Николаевич, вот мы сейчас говорим о вакцинации, мы серьезно говорили вот о подходах разных когорт пациентов и здоровых людей к этому. Сейчас уже много вопросов, естественно, о ревакцинации, да, это очень дискутабельный вопрос, потому что, ну, по сути дела, мы еще не имеем какого-то большого накопленного опыта. Что вы думаете насчет ревакцинации? Надо, не надо? Если надо, то через какой период после первичной вакцины? Надо ли замерять антитела? Или сейчас очень модно, у меня уже есть деклеточный иммунитет, да, вот эта фраза, надо ли его проверять? Чем мы измеряем? Состоянием, длительностью, состоянием иммунитета, наличием какого-то преморбидного фона? Вот, порассуждайте, пожалуйста, на тему ревакцинации. Знаете, этот вопрос, наверное, наиболее задаваемый. Я профессионально отвечу на этот вопрос, поскольку, ну, вот буквально в течение последних двух недель серьезно изучал подходы к ревакцинации, насколько они показаны, роль антительного анализа, и, ну, многим будет интересно то, что, вот, я изучил и какие выводы сделать. Ну, во-первых, давайте я отдельно коснусь вопроса ревакцинации для переболевших. Я уже слышал, да, вот мнение Григория Ефимова, во многом, с которым я согласен, да, что ревакцинация должна быть, скорее всего, вопросы идут по поводу сроков. Я хочу уделить внимание достаточно нашумевшей работе с не, не то, что неоднозначной, выводы-то как раз неоднозначные, но неординарными выводами касательно вакцинации переболевших, которая вот только недавно, 5 июня, закончилась в клинике Клиблинда. Было охвачено более 52 тысяч человек исследованиями. Все это было математически проанализировано и вывод, ну, один из главных выводов этого исследования звучит так. Для людей, которые переболели в симптоматической форме, независимо, это легкая госпитализация, но были симптомы, то есть я не беру, вот внимание, это действительно очень важный вопрос, я не беру бессимптомных больных, у которых вдруг обнаружились антитела. Я беру только людей, которые каким-то образом симптоматически переболели, пусть даже с потерей обоняния, это тоже симптом. Так вот, для них заключение Клиблинского исследования звучит следующим образом. No benefits от вакцинации, сделанной в срок до 6 месяцев. то есть если человек переболел, а они сравнивали группу переболевших и вакцинированных, переболевших и невакцинированных, существенной разницы нету, и контроль за антителами в этой ситуации по большому счету не нужен. то есть одно из, ну вот таких необычных выводов исследований звучит так, и наверное вот европейское агентство ИМА поступает наиболее правильно, потому что в большинстве западных стран присутствует именно такая тактика, что на 6 месяцев после ПЦР плюс подтверждение болезни или перенесенного коронавируса вопрос вакцинации можно отложить. При этом они не смотрят на форму заболевания, легкое или тяжелое и так далее. Ну, Клеблинское исследование достаточно большое, достаточно авторитетное и это подтверждает. То есть оно идет в разрез с мнением CDC, которое говорит, что вакцинироваться нужно как можно раньше, или с мнением клиники МАИО, которое говорит о вакцинации через 3 месяца, оно как минимум постулирует вакцинацию через 6 месяцев. И, наконец, огромный блок вопросов, которые мне задают, конечно, вакцинированные люди, которые говорят, а что является критерием ревакцинации, если вы слышали, буквально вчера объявлено о ревакцинации в России и вот какие-то критерии с моей точки зрения спорные, но тем не менее не выбраны, а именно в период подъема заболеваемости, который мы сейчас имеем благодаря Дельта-штамму, ревакцинация показана каждые полгода, а при отсутствии подъема каждые 12 месяцев. Это, безусловно, подход чисто эмпирический, основа, на чем он основан, мне неизвестно, но тем не менее, он сейчас есть. Правильный, он в какой-то мере правильный, наверное. С чем он связан? Вот тут я хочу минутку внимания, потому что все мои коллеги как раз, наверное, об этом еще много будут говорить. Я хочу затронуть эффективность вакцинации в контексте нового Дельта-штамма. Дело в том, что подобные работы, вот как-то ни странно, касательно Модерны, МРНК-вакцины, неважно, Файзер, Модерны, и в частности даже касательно Астразенники, опубликованы. Такой незначительный, достаточно хороший подъем сейчас и в Англии, поэтому они изучают влияние вакцинации на защиту от Дельта-штамма. И тут есть тоже огромный блок интересных выводов, и я хочу их сказать. Дело в том, что вакцинация первым уколом Файзера, Астразенники, на сегодняшний день против Дельта-штамма 617-2, показывает эффективность всего, ну я должен озвучить эти цифры, всего в 30%. И до применения второго укола вакцины эффективность сохраняется именно на этом уровне. второй укол Файзера поднимает защиту конкретно против Дельта-штамма до 88 вполне серьезных процентов и уже гарантирует отличный результат. При этом второй укол Астразенники гарантирует защиту в 60% и больше на сегодняшний день мы не имеем в отношении Дельта-штамма. Таковы реалии. Данных по спутнику ВИА, к сожалению, нету. Я, безусловно, знаю и слышал прямые интервенции Александра Гинзбурга и также заведующего лаборатория популяционного иммунитета Института Гамалеи, которые говорят о том, что спутник ВИА защищает от всех штаммов, хотя наблюдается незначительное снижение титров нейтрализации. Я это знаю, слышал, но, тем не менее, хотелось бы все-таки увидеть какие-то цифры, какие-то подтверждения, потому что, когда мы говорим о реакции нейтрализации вируса в пробирке, это одно, а когда мы говорим о том, как среагирует популяция вообще в целом, это абсолютно другое, потому что вмешаются вот те факторы, которые упоминал Григорий, это и клеточный иммунитет, это и врожденный иммунитет, и в конце концов на сегодня показано влияние системы главного комплекса гистосовместимости HLA, и есть работы, которые показывают, какая категория пациентов с какой системой гистосовместимости кандидаты на ИВЛ и утяжеление инфекции. У конкретного человека все это очень сложно. Нам жизненно необходимы вот такие же данные, которые предоставляют производители МРНК, вакцин, астрозеники и тому подобное. У нас, к сожалению, этого нет. Спасибо, Игорь Николаевич. Вы важную тему затронули, ревакцинации. Еще вопросы. Многие вопросы страх тромбозов, потому что, к сожалению, прошла тогда довольно серьезная информация в прессе, не на наши вакцины, даже в смертельных исходах. Вопрос, бояться ли этого, или, например, как-то митигировать риск, например, до решения о вакцинации посмотреть, например, свою коаголограмму, или потом посмотреть, или начать применять, не знаю, там, к Сорелту многие стали это делать, не в рекламных целях произношу. Вот, например, работа с рисками или, можно сказать, со страхами такого типа осложнений. Нужно ли что-то делать или это лишнее? Ну, на мой взгляд, если коротко и прямо, это лишнее. То есть, страхи, безусловно, есть, и примеры такие есть, никто не будет говорить, что не было риска, то есть, не было случаев тромбоза, и, ну, чего уж тут таить, не было случаев смерти, которые были ассоциированы и в Израиле, и в Германии, и в Норвегии, вы все слышали, наверное, об этих вещах. Но, вы знаете, тут еще до момента, до эпохи вакцинации, наверное, я разговаривал с коллегами из Гарварда, они мне сказали такую достаточно простую вещь, которая действительно сбывается, они сказали, что в период массовой вакцинации, когда будут задействованы сотни миллиардов и миллиардов людей, может случиться все. Надо будет оценивать чистоту, связи и вероятности. Что касается тромбоза, ну, я, наверное, скажу так, вот последнее, наверное, сравнение прибивки Астрозеники и Файзера, проведенное на базе Эдинбургского университета, показало, что чистота тромбозов и даже кровотечений при состояниях после вакцинации не превышает там чуть больше 1.3 случая на 100 тысяч произведенных уколов. Ну, вы знаете, это настолько мизерная чистота, которая будет свойственна любой прививке от гриппа и так далее. Ну, я, например, просто-напросто скажу, что вероятность, наверное, утонуть в течение года составляет 5 случаев на 100 тысяч, что в 5 раз больше, но это не останавливает нас перед тем, чтобы мы не ехали на море, не купались и так далее. Она есть, я ее не отрицаю, но она мизерно мала и, безусловно, по сравнению с тем, что мы можем получить от коронавируса, и тут два слова, вот новый дельташтам, потому что я, ну, скажем так, на связи с некоторыми больницами и с некоторыми людьми, которые работают в реанимации в том числе, я хочу сказать, что новый дельташтам значительно омолодил коронавирусную инфекцию и вот в промежутке где-то между 10 и 15 июня я разговаривал с реанимацией и спрашивал, кто на ЭКМО. На ЭКМО самый старый пациент был 41 года. То есть коронавирусная инфекция сейчас значительно омолодилась и при этом думать, что я переболею и меня не тронут, ну, это, наверное, проигрышная вещь, то есть так делать не нужно. Оно может окончиться, аукнуться, и это игра в русскую роль, если так можно выразиться. Игорь Николаевич, спасибо. Вот продолжая тему, я переболел и можно не переживать, не беспокоиться. Есть группа вопросов связанная с тем, нужно ли вакцинироваться человеку, который длительное время контактировал с подтвержденным ковидным больным, но не заразился от него. Ну, то есть организм этого человека настолько силен, что справился с контактом с инфекцией. Я отвечу утвердительно, вакцинироваться нужно, потому что у меня есть такие случаи, и есть пациенты, которые говорят, я не заразился, хотя был в близком контакте. Дело в том, что коронавирусная инфекция может протекать по-разному, и тот человек, который не заразился, он, конечно, рассчитывает на то, что у него сработали врожденные какие-то системы защиты, у него работает клеточный иммунитет, особенно если впоследствии не обнаружены антитела, и он не может заразиться. В большинстве случаев это не так. Такие люди есть, но уповать на то, что я вот такой исключительно, я бы не стал, и в качестве примера привел бы такой случай. У меня были два пациента, которые в течение года не заражались и контактировали со своими друзьями, которые при этом заболели, а вот в мае, в начале июня заболели, и достаточно серьезно. То есть, ну, вот, скажем, поведение такого плана, я не заразился, не заражусь дальше, оно, на мой взгляд, ущербно. Спасибо большое, Игорь Николаевич. И такой еще вопрос. Вот наши коллеги в предшествующем раунде дискуссии, ученые рассказывали о разных типах вакцин, да, и вы упоминаете разные типы вакцин с точки зрения механизма их действия. И, естественно, достаточно часто возникает вопрос, а мне какая вакцина нужна? А вот с моим состоянием здоровья нужно ли какую-то особенную, одну из них и почему-то? А побочные эффекты в этой ситуации будут отличаться или не будут отличаться? Вот такой вопрос. Надо ли искать вакцину, которая именно мне подходит, или мы говорим о том, что механизм действия их в итоге универсально эффективен? Вы знаете, механизм действия, конечно, разный. Сергей очень подробно остановился на разных классификациях и был бы у нас выбор вакцин, да, вот среди всех того, что присутствует. Наверное, я бы затруднился выбрать, возможно, остановился на той же Бемодерне или Файзере, да, может быть, и на том же спутнике, поскольку нужны прямые тогда сравнения об эффективности, но применительно к нашей стране, поскольку нет импортозамещений, даже разговоры о том, что клиники в Хадасе будет предоставлен какой-то транш как островку по Файзеру, это пока не соответствует действительности, и в реальности мы имеем пока только, ну, если говорить вот так серьезно, только одну вакцину, это спутник Ви, которая достаточно эффективна, которая, судя по данным по астрозенике, сможет защитить от всех штаммов, включая индийский, но в этом случае я бы рекомендовал не выдерживать огромные сроки между ревакцинациями, поскольку Александр Гинсбург разрешил не вакцинироваться до 90 суток, разнести В1, В2, что-то, я бы все-таки рекомендовал сделать как можно быстрее, потому что сделана одна стадия прививка спутник, но скорее всего, если ориентироваться по Файзеру и по астрозенике, существенно не защитит от нового штамма, то есть все-таки разносить надо на 3-4, ну, хорошо, месяц, с небольшим дней, и делать как можно быстрее в тобой укол. Это одна модель поведения, которую я всем рекомендую. Если люди в какой-то мере имели реакцию на спутник в предыдущую вакцинацию или по каким-то внутренним соображениям, потому что встречаю разные мнения, действительно, коллеги озвучивали, опасения прежде всего, то есть мы опасаемся технологии очистки, производства, это, ну, скажем так, вот почему у нас такой низкий уровень вакцинации, я бы сказал, это тотальное недоверие просто-напросто. И вот если какое-то недоверие по поводу векторных вакцин, это очень притянутые, извините за уши, моменты по поводу аденовируса и так далее, вот уже говорили по поводу бесплодия, по поводу там онкологии, вот если уж настолько переживаете, то я советую выбрать кови-вак. Действительно, кови-вак, вот если сейчас мои коллеги могут меня где-то поставить в не очень удобное положение, это вакцина, которая не проверена. Вы знаете, что она только начала проходить третью фазу клинического испытания, но по идее, по идее, она будет эффективна. То есть, то, что она работает, я не сомневаюсь, потому что по аналогичному принципу сделаны вакцины китайские, тоже Синовак, Синофарм, и ими, на секундочку, вот тоже такая интересная цифра, я был поражен, в период начала июня было доставлено и выполнено за 6 дней 100 миллионов уколов цельномиллионных вакцин в Китае. Вы представляете, 100 миллионов за 6 дней. У меня вообще эта цифра не укладывается в голове. Мы всю Россию можем за 10 дней провакцинировать. Но, тем не менее, вот они делают эти вакцины и получают хорошие, на мой взгляд, хорошие данные. Кто-то может сказать, по Бразилии там 50, чуть-чуть выше, 50%, но вы не забывайте, что это бразильский штамм, далеко нелегкий, и он мало чем по уходу от вакцинации отличается от дельта штамма, и которая была испытана среди медицинских работников. Это немаловажно. Если в этих условиях та же цельномерионная Ковивак покажет 50% и высшую эффективность, с моей точки зрения это очень хорошо. Вывод этой истории такой, если вы сомневаетесь в спутнике, делайте Ковивак. Ну что-то делайте, нам надо растить прослойку иммунную. Никак без этого. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Еще несколько вопросов про риск заболеть после первой вакцины, например, после первого укола спутником, если человек заболел. И вот вопрос смежный, сейчас идет подъем заболеваемость, пик пандемии, разумно ли вакцинироваться в этот период? Не опасно ли это для здоровья? Не опасно ли подхватить вирус сверху на прививку и получить какие-то неприятные последствия? Такие случаи уже описаны, и, наверное, это не единичные. У меня среди лично моих пациентов достаточно много КТ подтвержденных, то есть я не буду говорить о симптомах и так далее, то есть не просто ПЦР подтвержденных, АКТ подтвержденных признак коронавирусной инфекцией, которая была приобретена после первого укола вакцины спутник. То есть в разные сроки, но обычно это между 10 и 20 днем. Вот. Есть ли такая возможность? Да, есть. Почему она существует? Потому что в большинстве случаев ответ прост. Мы где-то цепляем эту коронавирусную инфекцию в тот момент, когда вакцинный эффект еще не развернулся и организм не способен сопротивляться. Но, кстати, в большинстве случаев эта инфекция проходит гораздо легче. То есть даже к этой подтвержденной случае, ну, меня во всяком случае не потребовали госпитализации. То есть говорить о том, что это заражение произошло после вакцинации спутником, ну, я бы не стал. Это не связанные факторы и вмешиваются абсолютно другие вещи. Обычно после вакцинации человек резко меняет стиль поведения, маска и социальное дистанцирование. Он как-то забывает об этом. А в нынешней ситуации, вы посмотрите, в магазине так вообще практически 30%, я Москву имею в виду, 30-40% масок, да и то на подбородке. А об этих полосках на полу, социальном дистанцировании вообще забыли. Поэтому, естественно, это все способствует тому, что после первого укола вы не защищены и вполне можете заразиться. Это факт, который остается фактом. Это характерно не только для спутника, это будет характерно для всех вакцин. А если человек, все-таки сделав первый укол, переболел коронавирусом, стоит ли и когда стоит делать второй компонент вакцины? Поведение вполне отработано, есть комментарии из института Гамалея и так далее. Тактика очень простая, если после первого укола у вас появилась симптоматическая форма коронавируса, то есть вы заболели с температурой хотя бы субфибрильной, например, я уже о этой картине не говорю, то это является противопоказанием ко второму уколу и второй укол делать не надо. Если же вы после первого укола, скажем так, почувствовав некие признаки недомогания и сделали ПЦР-анализ и он показал у вас плюс, но при этом никаких симптомов не было, то в разумные сроки вторая фаза прививки должна быть выполнена. Тут критерии только симптомы. Если симптомы были, то делать прививку не нам. Игорь Николаевич, а можно менять вакцину, например, первый укол спутник, а второй, не знаю, Ковивак или, например, уже Модерна к нам пришла? Или когда мы сделали, допустим, вакцинацию обе инъекции, а, допустим, через 9 месяцев мы делаем ревакцинацию, можно ли менять вакцину? Ну, думая о том, другой механизм действия, возможно, я что-то добавлю у себя такое, что не возникло на первой вакцине. Как вы к этому относитесь? Да, я также отношусь, как относятся, собственно говоря, исследования в этой области. Гетерологическое обустирование, о котором вы говорите, оно произведено, но исследования есть, особенно по, скажем так, смене векторных вакцин. В данном случае я упоминаю AstraZeneca, и после нее был сделан Pfizer, mRNA вакцина. И в настоящее время в Англии ведется ряд исследований по различному комбинированию вакцин. То есть сначала Pfizer, потом AstraZeneca, Cylnovion и так далее. Они показывают один и тот же результат, что бустирование есть, и это выгодно, потому что это вакцины совершенно разной платформы, и они вызывают выработку антител больше, чем гомологичные вакцины. Это действительно так, так, но надо учитывать то, что при использовании Pfizer после AstraZeneca, в данном случае мы можем экстраполировать, если на спутник наложить Pfizer, и количество побочных явлений было тоже больше, потому что Pfizer, сама AstraZeneca реактогенная, Pfizer не менее реактогенная, и одно на второе, реакция была... То есть количество побочных явлений от малых до средних регистрировались более часто. Вот я отвечу так. А принципиально гетерологическое густирование не запрещено. Более того, вот мне видится, то есть вот сейчас на фоне предположений, ковивак, конечно, будет не такая реактогенная, у него эффективность будет ниже, чем у спутника, но мне видится, что это будет очень разумный выход в качестве использования в качестве ревакцинации. То есть ковивак на спутник, ну, как бы, если можно так сказать, сам Бог велел. Спасибо. И очень много вопросов у нас касается, как мы уже обсуждали с предыдущими спикерами, особых состояний, беременность, планируемая операция, грудное вскармливание, влияние вакцинации на репродуктивное здоровье. Это очень большая группа вопросов у нас в чате и от сотрудников. Прокомментируйте, пожалуйста, что вы думаете. Знаете, каждый день отвечаю на эти вопросы, поэтому такого особого труда не составит. Вы знаете, наверное, из вот этой группы вопросов я сразу хочу коснуться онкологии. Это очень серьезные вопросы, которые действительно требуют определенной тактики поведения, потому что в противопоказаниях к вакцинации спутника и ковивака в том числе написано, что онкологические заболевания, и как мой коллега уже говорил до меня, это написано только исходя из тех позиций, что не были проведены какие-то исследования. Исследования о влиянии вакцинации на онкологию, на онкологических пациентов. С другой стороны, да, есть рекомендации, которые соотносятся с МРНК-вакцинами, в том числе Джонсон и Джонсон, которая является такой же векторной вакциной, как и спутник. Рекомендации американского общества онкологов, я хочу сразу вот сказать интересный вывод, они рекомендуют вакцинацию не откладывать всем пациентам, которые имеют так называемые солидные опухоли, подсолидные опухоли мы понимаем как какой-то клеточный конгломерат, который имеет четкие или нечеткие границы, то есть это объемное образование. Вот в отличие от солидных опухолей, к примеру, заболевания крови, это абсолютно другая область, но вот пациенты пораженные солидными опухолями, для них нету противопоказаний для вакцинации и абсолютно правильно Сергей Харитонов упоминал, нужно взвешивать риски, если ты будешь вакцинирован или если ты не будешь вакцинировать. Так вот риски вакцинации, они значительно меньше, чем риск заразиться коронавирусом, имея какую-то солидную онкологическую патологию, поэтому вакцинация пациентам с солидными опухолями показана. Кому она с опухолями не показана, здесь согласно рекомендациям американских онкологов надо выделить три нозологии, и одна из нозологий это заболевание крови и проводящаяся активная химиотерапия, вот особенно с падением количества нейтрофилов, то есть вот этот факт все-таки определяющий, но тем не менее заболевание крови с проводящейся химиотерапией это противопоказание к тому, чтобы сделать прививку. Второй широкий достаточно круг вопросов, это как раз область Григория Ефимова, это трансплантация костного мозга, и вакцинация в этом случае тоже противопоказана, ну и наконец достаточно казуистичный, но интересный вывод тех же американских онкологов, почему нельзя делать вакцинацию перед оперативным лечением, при этом это не касается вот конкретно онкологических пациентов, перед любым оперативным лечением за неделю вакцинация, ну скажем так, не показана, и почему, ну вывод достаточно интересный, если вы проведете операцию и после оперативного лечения у человека повысится температура, то вы просто-напросто не сможете дифференцировать, от чего она поднялась, это побочное явление операции или все-таки это от вакцины, то есть вот здесь надо воздержаться, и фактически все, то есть всем остальным онкологическим пациентам делать прививку можно. Что касается гинекологии и репродуктивной функции, ну, наверное, вот передо мной коллеги уже ответили, я абсолютно согласен, здесь нету никаких противопоказаний и спекуляции вот по поводу аутоиммунного заболевания к белку плаценты и так далее, ну, уже все это показано, более того, я понимаю, когда говорит Александр Гинзбург и говорит, мы на мышках и хомячках это исследовали, это, ну, скажем так, может быть и звучит как-то не очень, да, но когда говорит общество американских акушеров и гинекологов, мы сделали массу прививок и не видим вообще никаких последствий на влияние на менструальный цикл, на репродуктивную функцию и так далее, ну, по-моему, слоид верить, то есть на сегодняшний день, если уж говорить строго, данных потому, что вакцины, в том числе и векторные, влияют на репродуктивную функцию, просто нету, более того, в достаточно уважаемом журнале Юинленд, Джоналов Медсен, только что, вот недавно вышла статья о влиянии вакцинации на сперматогенез, вы понимаете, там действительно вот шокирующие результаты, дело в том, что применение вакцины Pfizer вызвало увеличение количества сперматозоидов и их подвижности у мужчин и 9 из 10 человек, которые, ну, были фактически бесплодны, да, после вакцинации у них анализ спермограммы вернулся в норму, я не говорю, что он не вернется назад, но тем не менее это так и это подтверждено исследованиями, в этом отношении, ну, все-таки это спекуляция, нет ничего подобного. Что касается грудного вскармливания, я специально по этому вопросу даже звонил в институт Чумакова, они перестраховываются касательно вакцины КовиВак, они говорят о том, что в день, когда сделана вакцинация, надо ребенка не кормить, а сидеть и слить это молоко, ну, предварительно, естественно, запастись. То есть, ну, вот такая общая рекомендация перестраховка. Говорить о том, что во время грудного вскармливания вакцинация противопоказана, тоже нет. Ну, вот, наверное, вот эти блоки вопросов, извините, я запомнил, что вы говорили, поэтому ответил сразу на них. Спасибо большое. Спасибо, но антитела все-таки мерить или не мерить, Игорь Николаевич? Надеемся, что все, кто еще не вакцинировался, ну, прям вот уже завтра готовы, тем не менее, вот как-то внутри правильно ли идти или нет, и мерить, не мерить. Смотрите, ну, я попробую таким телеграфным стилем достаточно быстро, потому что очень взаимно противоположное мнение. Уважаемые ведущие врачи, да, заявляют о том, что антитела мерить не нужно, среди них очень много западных специалистов, но там отдельная тематика, потому что измерение антител не покрывается страховкой и как бы финансовый вопрос вмешивается. У нас две точки зрения, можно мерить, можно нет. Те врачи, которые говорят, что не нужно делать антитела, они говорят о том, что их прямое измерение не показывает уровень нейтрализующих именно тех антител, которые нас спасут. То есть антитела там может и есть, да, но они не спасают от проникновения вирусов внутрь клетку, ну, и толку от того, что мы измерим. То есть два сейчас самых популярных теста, диасорин и Эбот, все меряются цифрами диасории на 100, 200, а у меня 400 и так далее, и говорят, что они не болеют. Да вот не так. Болеют из 400, из 250 у меня лично примеры таких пациентов. Поэтому тут вопрос как бы стоит, можно ли мерить и нужно ли мерить? Вот как только мы поднимаем вопрос по поводу антител, я хочу сразу сказать две вещи. Вещь номер один. У нас на просторах циркулирует порядка 200 различных антигенных систем, которые позволяют измерять уровень антител. Они никак друг с другом не соотносятся. Мне иногда приносят и Vector Best, и там какой-то Light или Tech, и еще что-то, и диасорин, и Эбот. Как я их могу сравнить? Никак. ВОЗ в этом отношении сделала одну очень грамотную вещь. Она в мае предложила все тесты, то есть это не только у нас, по всему миру, стандартизовать. И она объявила универсальную единицу, собрав от реконвалисентов плазму, от 11 реконвалисентов плазму, и 1 мл, которая сказала, что это будет универсальная единица ВОЗ. Сравнивайте свои антитела, исходя из вот этих антител, которые мы вам даем. К сожалению, таких тестов на просторах России в настоящий момент один-единственный. Это тест Эббот-Квант-2, который присутствует, он есть и он стандартизованный. Вот только по нему можно судить о каких-то вещах по поводу силы антительного, конкретно антительного ответа и строить какие-то выводы. А есть ли выводы? Вот это вторая вещь, которую я бы хотел затронуть и сказать. Нашумевшее Страсбургское исследование, которое вот закончилось только в конце мая. И тоже его многие почему-то не берут расчет, хотя он красноречиво показывает и сравнивает. И главный вывод этого исследования в Страсбурге заключается в следующем. Они наблюдали 13 месяцев, то есть с сыворотками, естественно, за плазмой, которая была взята заранее, пациентов, которые болели, которые не болели, которые заболели потом. Но что самое главное, они наблюдали за титром антител по вот этому стандартизованному тесту и сравнивали с прямой нейтрализацией живого вируса, выстраивая корреляцию, какой уровень антител, какой вирус нормализует. Его выводы в принципе однозначные. Итог такой, что уровень по Эбот-Кван-2 200 относительных единиц в миллилитре нейтрализовывает вирус простой ухаминский и английский вариант B.1.1.7 нейтрализует, но его недостаточно для нейтрализации южноафриканского варианта. Для нейтрализации южноафриканского варианта необходим уровень как минимум тысяча. Так вот, тысяч абсолютных единиц нейтрализуют все три вида штамма. Это, кстати, очень сильно перекликается принятой в FDA концепцией гипериммунной плазмы. А эта концепция зиждется на том же тесте Эбот-Кван-2 и говорит, что гипериммунная плазма является плазмой с концентрацией 840 относительных единиц в миллилитре. Поэтому можно верить, можно не верить, но у нас есть на сегодняшний день какой-то порог, и этот порог по Эбот-Кван-2 это тысяча единиц, который может нас спасти. Я не говорю, что он спасет абсолютно, но во всяком случае это тот порог, относительно которого вы можете после вакцинации сказать, да, я защищен. Но я хочу сказать одну вещь, антитела, они будут в крови постоянно, они будут снижаться, поэтому если вы сделали вакцинацию, например, в феврале, в марте, сейчас пойдете делать этот антительный тест, вам просто надо понимать, прочитайте эту работу сразу, это сильная работа, мне было какие-то вещи непонятные, я написал сразу в Страсбург, ответили в течение двух часов, нам бы так отвечали, все разъяснили и показали. Да, я знаю. Так вот, если после прививки у вас есть динамика падения антитела, и она укладывается в коридор Страсбурга, вы защищены, если этой динамики нету, вы не защищены. Но, скажем так, вот здесь уже более тонкие вопросы, которые, ну, не каждый сможет интерпретировать, все же надо... Игорь Николаевич, спасибо большое. Спасибо большое. У нас еще, конечно, много вопросов, но мы должны двигаться дальше. Спасибо за ваше время. Да, помочь, да, в этом отношении. До свидания. Спасибо и удачи. Я бы хотела перейти к нашему следующему блоку и пригласить, присоединиться к нам онлайн Василия Леонидовича Купрейчика, который заведует отделением в городской клинической больнице номер 40, это знаменитая коммунарка, и подключить к нашему эфиру Аллу Панченко, это выпускница программы Startup Academy 24, и Алла в прошлом году с марта по июль месяц работала волонтером тоже в коммунарке. Здравствуйте, Василий Леонидович. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте. Василий Леонидович, начнем с вас. Как сейчас ситуация в коммунарке? Что происходит? Коммунарка загружена, как и загружены все стационары города Москвы. Мы, наверное, находимся, ну, сложно говорить в пике, но мы находимся как минимум в очень серьезном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, огромное количество госпитализации, огромное количество тяжелых пациентов. На сегодняшний день в коммунарке порядка 400 пациентов находятся в отделениях реанимации, и, в общем-то, ситуация выглядит очень драматично. Василий Леонидович, чем привозят пациентов сейчас? Какова клиническая картина? Есть ли отличие первая, вторая, третья волна по тому, как протекает заболевание или, возможно, по той стадии тяжести, с которой вы сейчас госпитализируете пациентов? Что вы видите в приемном? В приемном отделении на сегодняшний день шоковый зал загружен почти 24 часа в сутки. Некоторое время до раскрытия других стационаров мы били, в принципе, все рекорды по поступлению в шоковый зал. Симптомы все те же самые. Люди жалуются на снижение уровня сатурации, то есть им нечем дышать, лихорадка. Ну и, в общем, наверное, это два классических типичных симптома. Третим будет, наверное, температура. Поэтому, да, сейчас сильно как-то динамично, что теперь, не знаю, еще и пятка у людей болит необычно. Такого нет. То есть, какой-то специфики клинической картины там индийского штамма, о которой сейчас много говорят, какой-то кишечный там желудочный компонент и так далее, реально в клинической практике сложно так однозначно сказать, что присутствует. Ну, на сегодняшний день в клинической картине коронавируса описано, по-моему, более 50 симптомов. Типичными для госпитализации во всех странах остаются всего лишь по сути, вам не хватает дома воздуха, кислорода, который есть в воздухе, его там 21%, вы задыхаетесь и вам надо в больницу, чтобы вам дали маску с кислородом, либо вы не справляетесь с температурой, которая не сбивается никак, ни парацетамолом, ни чем-то еще. Спасибо большое. Это классический критерий. Алла, вот к вам вопрос. Это же не так просто видеть пациентов сложных, когда вы не врач. Вот не страшно было работать волонтером? Нет, не страшно. Я достаточно долго работаю в фарме и в медицине. У меня достаточно большое количество знакомых врачей, поэтому, и я из семи врачей, поэтому это не такая большая проблема. Я, наверное, в своей речи, в своем выступлении могу затронуть важный момент, касающийся того, что чаще всего ко мне обращаются друзья и знакомые за помощью, когда они чувствуют, что там они заболели или близкие заболели, и есть какая-то уже критическая ситуация, в которой они не знают, как себя мышлитизировать или как помочь родственникам, и там в этот момент чаще всего уже каких бы врачей ты им не посоветовал, уже сложно помочь. И здесь очень важно, несмотря на вакцинацию, несмотря на наличие действительно классных в больницах в Москве, вовремя обращаться к врачам, вовремя проверять назначение для своих пожилых родственников, что им выписал их участковый врач, который пришел, особенно если участковый врач не в Москве, а в Подмосковье или в других регионах, потому что по-прежнему подходы к лечению такое ощущение, что разнятся, несмотря на какие-то более-менее существующие протоколы, все выписывают, что бог на душу положит, в отсутствии тестов, они проводят тесты, и поэтому лечат абы как, и потом оказывается, что у вас есть родственник, который в тяжелом состоянии уже вызвал себе скорую, его госпитализируют куда-либо. Обычно если человек госпитализировали, им становится хуже, никуда уже перевести нельзя, нельзя перевести в коммунатку, нельзя перевести в платную больницу, в платную госпитализацию, и тут становится всем тяжело. Поэтому основной совет в продолжении такой ситуации, эпидемиологической, это вовремя, следите за своим здоровьем, за здоровьем близких, тем более в нашей культуре не принято жаловаться своим детям, что мы себя плохо чувствуем, чтобы их не беспокоить и лишний раз не волновать. Алла, вот вы проработали несколько месяцев в ковидном отделении, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, что вы там видели? Я не работала в ковидном отделении, когда в коммунатке работали волончёры, в красной зоне работали только волонтёры с медицинским образованием, которые могли пока оказывать какую-то медицинскую помощь врачам. Я работала координатором волонтёрской помощи, я как раз занималась координацией волонтёров в красной зоне, распределением их по постам, по потребностям, в которых нужна волонтёрская помощь. Например, из Сколкова был ещё ряд волонтёров, которые активно помогали в лаборатории, потому что в тот момент в лаборатории коммунатки не было достаточного количества сотрудников и с большим количеством анализов, которые не были ещё полностью компьютеризированы, приходилось помогать вручную и здесь тоже в чате я вижу, что есть наши волонтёры, которые помогали, например, в лаборатории. Спасибо. Василий Леонидович, спасибо, Алла. Василий Леонидович, вы сказали, что коммунатка сейчас в высокой загрузки, много больных в сети, интернет, много сообщений о том, что вот люди вакцинировались и теперь попадают в коммунарку вакцинированные люди. Сколько, каков процент вакцинированных людей сейчас находится? На сегодняшний день, по-моему, ручным подсчётом были собраны данные от 30 декабря 2020 года, ну, по-моему, дата окончания такого анализа была примерно середина прошлой недели. Зафиксировано примерно 136 случаев в госпитализации людей после вакцинации. Это на 23, чуть больше 23 тысяч людей, которые поступили с 30 декабря. 136 из них были так или иначе получили либо одно, либо два введения вакцины. Из этих 136 человек 13 летальных исходов, из которых 9 летальных исходов были после первого введения вакцины. При этом анализ этих данных показал о том, что люди, они получали красный мазок, то есть они получали подтверждение коронавирусной инфекции где-то на пятый день после вакцинации, что говорит о том, что, учитывая, что первые симптомы болезнь в среднем появляются где-то на седьмой-десятый день, вероятнее всего заболели они до вакцинации. То есть, сказать о том, что этих людей много, ну, это примерно 0,6%. Спасибо. А как протекает заболевание у вакцинированных людей? Это тяжелее, легче, так же, как у невакцинированных? У вакцинированных людей болезнь протекает легче. Как вы понимаете, но что, еще раз, да, в цифрах. То есть, 0,6% это вакцинированные, из которых умерло 13, это 0,06% летальных исходных. Ну, наверное, это эти цифры, в общем-то, они, конечно, этот подсчет ручной, он не самый оптимальный, потому что, в общем-то, часть этих сведений, она получена по опросу пациентов, но в глобальном смысле слова цифры вы можете представить. То есть, если пациент вакцинирован, он попал в коммунарф, в общем-то, сильной тревоги у врачебного состава за это у пациента нет. Василий Леонидович, вы стоите как бы на фронтлайне, да, всей этой ситуации. Мы столкнулись с третьей волной при наличии вакцины уже практически полгода. Почему пришла третья волна и к нам, хотя мы страна, которая раньше всех сделали вакцину, зарегистрировали и так далее. Вот что бы вы хотели сказать тем, кто еще размышляет, вакцинироваться ли самому, вакцинировать ли свою семью, видя тех пациентов, которые к вам приходят. Почему это нас накрывает в третий раз и что бы вы хотели сказать тем, кто размышляет еще об этом? Ну, в общем-то, все спикеры до меня уже открыто об этом сказали, никакой новости-то я не скажу. Мы абсолютно не вакцинируемся по сравнению с тем, как это происходит в других странах. То есть у нас люди как бы переживают о неких беременностях, которые потенциально могут случиться с ними после вакцинации, хотя забывают, что вирус обнаруживается в общем-то в репродуктивных органах. Это было показано еще в августе прошлого года в исследованиях австрийских ученых, которые вскрывали полностью тела и обнаруживали и в мужских репродуктивных органах вирус, и в женских репродуктивных органах. Но мы волнуемся о вакцине, которую тут уже там час вам пытаются объяснить, что она, в общем-то, не имеет никакого влияния на это. Я не понимаю, почему люди делают вот такое когнитивное искажение, что вакцина опасна, а вирус ничего страшного. Ну, это странно. Во-вторых, мы все забыли про средства собственной защиты, никто не ходит в масках, все устали от этой пандемии и так далее. При этом нужно понять, что сегодняшняя вакцинация, она стратегически на третью волну никак не сыграет. Пока отыграют все эти антитела и так далее, решением вопроса может быть только локдаун, вывод, ну там, не знаю, ограничение мероприятий массовых и так далее, перевод там все, что можно в онлайн, к сожалению. Ну, то есть это нет другого решения, кроме как физически обрубить путь передачи. А то, что вы сегодня вакцинируетесь, вы это делаете для сентябрьской четвертой волны, которая всех накроет уже в большем проценте дельта штамма, который есть сейчас. И тогда там начнет косить всех намного жестче, чем это происходит сейчас. Хотя и сейчас это происходит так, что мало не покажется. Мы прошли очень большую повестку сегодня, услышали лучших специалистов в своей отрасли. И с моей точки зрения, как детского доктора и в моей культуре однозначно с необходимостью прививок, мне даже сложно это обсуждать, если честно, коллеги, я сейчас в образовательной позиции, это не вопрос дилеммы. Мы бы умерли от оспы, мы бы умерли от дифтерии, мы бы умерли от туберкулеза, мы бы умерли от полиэмилита. Нет. Почему? Потому что мы вакцинированные привиты популяционно. В чем дилемма захотеть вдруг погибать и болеть от ковида? Для меня, например, самое главное экзистенциальный вопрос. Почему мы вдруг решили, что наступил этот момент? Это не вопрос дилеммы, это вопрос пойти и сделать. Это моя позиция как доктора. это моя позиция. Продолжение следует...